Многоэтажный дом на Московской после взрыва возвращается к привычной жизни. Жильцы подсчитывают потери и пытаются восстановить разрушенные жилища. Подробности в сюжете Юлии Шишкиной. Дом на пересечении улиц Московской и Рахова. 11 утра. С момента взрыва прошли ровно сутки. В отцепленный вчера подъезд теперь можно попасть беспрепятственно. О том, что вчера здесь произошло громкое ЧП, напоминают сигнальная лента и множество окон без стекол. Самые крупные обломки утром убрали дворники. В подъезд номер 5, где произошел взрыв, жильцам разрешили вернуться в тот же день вечером. Внутри они застали треснувшую стену, в квартирах нет газа, частично электричество. Лифт тоже не функционирует. Двери в проемах искривила от взрыва. Первый, пятый и шестой этаж, дверь, створки менять надо, это означенные порталы менять. Когда восстановят лифт, неизвестно. Пока главная задача рабочих – плотно закрыть проемы, чтобы люди не упали в шахты. Пожалуй, новые двери сейчас самые актуальные для жильцов. Как защита от мародеров. Говорят, вечером чужаки ходили по развороченному подъезду. Некоторые жильцы вообще побоялись возвращаться в свои квартиры и ночевали у родственников. Там невозможно ночевать. Там, во-первых, затопило все. Получается, в зале половина зала и кухня вся затоплена. Коммуникации нет, электричества нет, газа нет. Геннадий Андреевич ночевал в своей квартире на седьмом этаже. Вспоминает, как за несколько минут до взрыва он собрался выйти на улицу и едва успел отойти от окна. Чудом не порезался. Вот балконные стекла все повылетали. Низ балкона оторвало, значит, панели. Стекла полетели в квартире, в комнате, в зале. Конечно, буду менять. Вот сейчас замер придет, замерщик, измелуем замер, потом понимаем, будем сделать сколько-то будет чего-то. Вот так сейчас выглядит та самая злополучная квартира на шестом этаже, в которой прогремел взрыв. Мешанина из вещей и фрагментов конструкций, треснувшая стена. 34-летний хозяин жилья сейчас с обширными ожогами в реанимации. Соседи ничуть не удивлены, что грохнуло именно в этой квартире. Он уже однажды делал попытку самоубийства. Мы его тогда спасали, вызвали МЧС, взламывали дверь. Он наглотался каких-то таблеток. Он злой на весь мир. И как бы он вот ядом дышит на всех. И он им говорил, я вам такое устрою. Судя по уцелевшей библиотеке, сосед со странностями читал классику, увлекался историей Саратовского края и интересовался техникой. Судя по гардеробу, жил небогато. Еда в холодильнике тоже не для гурмана. Вот эта вся стена, завалила его кирпичами, завалила. Все, завали лежал. Он оттуда, не знаю, как он вылез. Марина Абдулаева рассказывает про чудесное спасение своего сына. В момент взрыва он спал вот на этом диване. Квартиру Марина купила для сына три года назад. Сделала евроремонт. После случившегося 21-летнего студента медуниверситета Сулеймана отвезли в больницу. Но быстро отпустили. Парень отделался ушибами. Говорит, его спасла привычка не сразу вставать по сигналу будильника, а понежиться в постели. Я находился в зале, когда произошел взрыв, я на этот момент спал. На меня обрушилась стена. Я сам того не понимаю. Быстро выбрался как-то, услышал просто крики. Увидел, как сосед лежал. Там горела плита, по-моему. Вот эта кухня, той самой квартиры, где произошел взрыв, она тоже вся разворочена, повсюду обломки мебели. Здесь под вытяжкой, видимо, находилась газовая плита, возможно, источник утечки газа. Ее сейчас нет на месте, потому что специалисты забрали ее на экспертизу. Что именно произошло в квартире номер 217, выясняют следователи. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в этом доме. Жильцов волнуют насущные проблемы. Кто ответит за их потери? Они хотят написать общее письмо в администрацию и попросить хоть какую-то помощь. Без лифта даже убрать мусор и стекла из квартир своими силами будет проблематично. Юлия Шикина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.